Виктория Мочилова 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 В истории Европы. Она началась, как вы помните, с убийства императора Австро-Венгрии, Франца Иосифа и его жены. В Сараево это произошло. Вот момент убийства изображен на разных гравюрах. Это портреты Софии и императора. Казалось бы, это просто какой-то исторический, трагический эпизод. Никто из современников тогда, в августе 1914 года, не предполагал, чем обернется выстрел мальчика-студента Гаврилы Принципа, 19-летнего юнца, борца за свободу Сербии. А как вы помните, вот он, как вы помните, речь шла именно об Австро-Венгрии, этой пестрой, лоскутной империи, в которой жили многие-многие, чрезвычайно многие народы. Это был спусковой крючок. И то, что развернулось дальше, превосходило любые возможности предвидеть, которыми кто-либо обладал. Вы знаете, если почитать документы того времени, я не говорю газеты. Вот Австро-Венгрия, вы видите, что тут и Босния-Герцеговина, Хорватия, Словакия, Моравия, Богемия, Галиция. Очень важный регион, который стал театром военных действий. С этого места, 28 июня 2014 года, Гаврила Принцип совершил нападение. Это музей. Если будете в Сараево, то можете посетить музей. Музей и на разных языках написано «Мир». Да, несколько. Это мундир, в котором был Франц Иосиф, хранится в музее, со следами крови, был смертельно ранен. Вот этот. Ну, это все такие какие-то вещественные доказательства того, что от такого вот, от одного эпизода разгорается просто мировой пожар. С непредсказуемыми тогда последствиями. Сейчас, ретроспективно, мы можем сказать, глядя назад, пророчествуя назад, мы можем сказать, что Вторая мировая война была в значительной степени реакцией на эту первую Великую войну. Потому что Германия, уже тогда с Гитлером во главе, жаждала реванша, переживала свое поражение в этой войне, в первой. В результате, это было межвоенное 20-летие, всего 20 лет, да, с 1918 года по 1939, когда 1 сентября, как мы помним, началась Вторая мировая война. В нашей российской историографии более принято название Великая Отечественная война. Но Отечественная, то есть для русских, да, это внутреннее такое определение, Отечественная, она стала 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Россию. Но с 1 сентября 1938 года она уже шла по всей Европе, уже Гитлер осуществил аншлюз Австрии, да, уже были захвачены судеты, уже, так сказать, триумфальное шествие Германии по Европе шло. Вот, так что, это, поэтому, конечно, более правильным, если не иметь в виду чисто российскую перспективу, гораздо более правильным говорить Вторая мировая война, а не Великое Отечественное. Потому что тогда мы стоим только на российской точке зрения и не говорим об оккупации, там, Франции, об участии Италии и так далее. Вот, кстати сказать, карикатура современная того времени, русская карикатура, которая изображает Германию в виде дьявола, врага рода человеческого, который и начинает эту Первую мировую войну. Ну, действительно, это будет нон-стоп, это одно и то же, пускай это как-то немножко оживляет. Я, например, могу процитировать вам некоторые первые отклики на вспыхнувший пожар войны. Они разные, но в них преобладает чрезвычайное воодушевление, какая-то такая эйфория. И, например, можно заметить, что вот в публицистике современной, российской, мы видим сейчас, я имею в виду комментарии и оценки, скажем так, украинской компании, да? Мы видим тот же энтузиазм и ту же эйфорию, которая охватила общество. Просто как бы такой род безумия. Это понимали, в общем, немногие. Слишком многие, включая, например, европейцы, включая даже Зигмунда Фрейда, приветствовали начало войны. Как оздоровительный, живительный, какую-то живительную стихию, какой-то дождь, который омоет, что-то даст прорасти новым силам. Новое чувство родилось в нас, европейцах. Это пишет замечательный писатель Музиль, Роберт Музиль. Он прослужил всю войну, имел многочисленные награды, служил на итальянско-сербском фронте. «Мир раскололся», писал он в 14-м году, «на немецкий и противонемецкий. И оглушительное чувство общности вырвало сердце из наших рук, которые, возможно, хотели удержать его еще на мгновение размышления». Вот этого размышления, к сожалению, не хватило. А вот Зигмунд Фрейд, австрийский психиатр, который годы войны провел в Вене. Он пишет «Впервые за 30 лет я чувствую себя австрийцем». Вы помните, что Зигмунд Фрейд в одной из своих работ писал, что ему дает его еврейство. И в частности он отмечал, «Я свободен от того, чтобы ходить с троем и петь хором. Я не отождествляюсь с народом, массой, толпой. Как еврей я вытеснен, да, выделен. И это хорошо для меня, как для личности». И вот когда произошел аншлюз Австрии, он признается, что он впервые почувствовал себя австрийцем. Рильке, например, поэт вдохновенный, воспевает «Битва Бога» через Дефис. «И над сердцем полным отчизны вопиет оплот громовержца, рдеющее небо». То есть такое прославление, да, прославление Бога войны и всего, что несет с собой. Как бы такая очистительная стихия. Или то, что Пушкин, помните, писал, «Все то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог». Вот гибельность и на краю пропасти, на краю гибели, вот что-то есть в этом привлекательное для человеческой психологии. Увы, ну, мы должны это констатировать. Это, вот это так. Например, смотрите, не только восторг, воспевание войны, эйфория, но и обострение чувства ксенофобии, враждебности к чужому, к другому, к иному народу. Вот свой-чужой, очень сильно маркированная граница. Вот что пишет австрийский композитор Арнольд Шенберг. Кстати, он был призван в армию, но он служил в военном оркестре. Он пишет, у меня открылись глаза на то, почему у меня всегда было столько чувств против иностранцев. Мои друзья знают, я им это часто говорил, я никогда не мог найти ничего хорошего в иностранной музыке. Она всегда казалась мне выдохшейся, пустой, отвратительно слащавой и залгавшейся и неумелой. Без исключения. Теперь я знаю, кто такие французы, англичане, русские, бельгийцы, американцы и сербы, черногорцы. Это мне уже давно сказала музыка. Я был удивлен, что не все чувствовали то же, что и я. Эта музыка уже давно была объявлением войны, нападением на Германию. Музыка, да? Но теперь наступает время платить по счетам. Скажем, известный немецкий социолог Макс Вебер, я специально привожу вам, знаете, вот отклики на начало войны не людей толпы, не представителей так называемых народных масс, а интеллектуалов, да, элиты интеллектуальной. Пожалуйста, Макс Вебер, немецкий социолог, в 14-м году пишет, «Неважно, чем все закончится, в любом случае эта война велика и прекрасна». Вот такое вот, значит, воспевание войны. Теперь, когда мы говорим, как бы наша, вот замечательная, Макс Бекман, немецкий художник, в 14-м году пишет, он пошел на фронт добровольцем, сражаться, пишет жене в письме, «Во французов я стрелять не стану, потому что я у них очень многому научился, в русских тоже не стану, Достоевский мой друг». То есть эти люди воспринимают другую страну, страну противника через культуру. Стефан Цвейк пишет, «Не могу дождаться, когда меня призовут в ополчение, и буду служить простым солдатам». И постепенно Цвейк, вот происходит какой-то момент истины, осознание, прозрение. Тот же Цвейк пишет, «Постепенно в эти первые военные недели войны 14-го года стало невозможным разумно разговаривать с кем бы то ни было. Самые миролюбивые, самые добродушные, как одержимые, жаждали крови. Друзья, о которых я знал, как убежденных индивидуалистов и даже идейных анархистов, буквально за ночь превратились в фанатичных патриотов. А из патриотов в ненасытных аннексионистов, захватчиков, да? Каждый разговор заканчивался или глупой фразой вроде «Кто не умеет ненавидеть, тот не умеет по-настоящему любить» или грубыми подозрениями. Ну вот, понимаете, очень такой диагноз поставлен верный и такой тонкий. Вот такой, разумеется, я не могу вам процитировать всего богатства вот этих откликов, но они очень характерны, они симптоматичны. Они как бы показывают, ставят некоторый диагноз, да, обществу, если это говорит его интеллектуальная элита. Ну, обществом я имею в виду европейское общество, уже это же коснулось всего европейского сообщества. Теперь, когда мы говорим, и то, что стоит у нас, так сказать, в заглавии нашей сегодняшней лекции, мы, там стоит евреи и Первая мировая война. Ну, евреи, значит, в отличие от французов, немцев, там, русских, которые живут на своей территории, да, служат своей армией, выступают как единый национальный организм, евреи в силу своего дисперсного существования, рассеянности, диаспоры являлись гражданами разных стран. И противоборствующих сторон, поэтому получал, были евреи Австро-Венгрии, они служили, конечно, в Австро-Венгерской армии, были евреи в Пруссии, да, немецкие евреи, евреи русские. Какие евреи? В ситуации войны они оказываются по разным сторонам баррикады, по разным линиям фронта. Поэтому мы не можем говорить о евреях как о народе, который там воюет против кого-то в этой войне. Он воюет там, где застала его его историческая судьба. И, например, вы знаете прекрасно замечательного собирателя еврейского фольклора, этнографа Семена Анского. Семен Анский ездил очень много по Галиции, он собирал фольклор, у него были этнографические экспедиции. И, в частности, в разных местах он записал варианты одной и той же легенды. Легенды о том, как солдат во время Первой мировой войны на фронте стреляет в своего противника, попадает в цель. И противник, то есть солдат враждебной армии, падает и, умирая, успевает, по крайней мере, начать читать молитву «Шма Исраэль! Слушай, Израиль!» И этот стрелявший солдат понимает, что он убил своего единоверца. Там разные есть окончания этой легенды, в каких-то вариантах он сам кончает потом с собой, потому что не может морально пережить эту драму. Но поскольку Анский записал эту легенду в совершенно разных местах, включая Киев, Москву, Петербург, Галицию, у него были разные информанты, Скорее всего, конечно, мы имеем основание предположить, что под этой легендой существует какая-то историческая истина. Ну, собственно говоря, в это легко поверить, потому что действительно евреи служили во всех этих противоборствующих армиях. Среди них были, конечно, и писатели. Причем писатели, если мы возьмем, скажем, скажем, если мы возьмем Оренбурга или Жаботинского, если мы будем иметь в виду, если мы посмотрим на русское еврейство, то они, скажем, служили военными корреспондентами, они были журналистами, они писали военные очерки, кстати, очень интересные, или военные стихи. Стихи на военную тему. Прошу прощения за... ну, тут уж я не вольна. Некоторые служат полковыми раввинами. Те, кто имел смеху, те, кто имел такую возможность, да. Некоторые служат военврачами, как, например, замечательный такой чешский еврейский драматург Франтишек Лангер. Он только кончил медицинский факультет, когда началась война. И он отправляется на фронт в специальности по своим, значит, военным врачом. Даже такие люди, как... Тут наименее приспособленные для несения военной службы, как Франц Кавка, стремятся, по крайней мере делают попытки, мечтают о том, чтобы пойти на фронт. Те... причем интересно, что вот в этой эйфории, в этом патриотическом угаре, что ли, менее всего принимали участие писатели и поэты-фронтовики. Те, кто реально был на фронте. А те, кто писали, так сказать, сидя в редакциях, соответственно, там, своих стран и своих журналов и газет, вот те... Тем была присуща вот эта ура-патриотическая проповедь вперед на врага за победу. Да, здравствует. Чрезвычайно интересно, я обращаю ваше внимание, на романы, ну, то есть, возможно, вам наверняка известные, Иозефа Ротта. Многие из них переведены на русский язык. Ну, да, может быть, не все, но, во всяком случае, то, что переведено, дает представление о его чрезвычайно интересном творчестве. Иозеф Ротт был уроженцем восточных областей. Он был родом из города Броды. Вообще, восточная Европа была таким, в всяком случае, та ее часть, которая входила в состав Австро-Венгрии, была таким чрезвычайно питательным для творчества, для появления таких творческих личностей регионом. Возможно, дело здесь в том, что имела место пестрота культур, смешение языков. Ведь венгры входили, да, Словакии, Чехии, сербы, австрийцы, то есть, это был такой конгломерат, это был такой веселый Вавилон. И не даром, если мы посмотрим на Австро-Венгрию, довоенную, то мы увидим такую плеяду блистательных художников, писателей, поэтов, музыкальных. Густав Малер, Франц Кавка, Франц Верфель, Макс Брод. В Галицийском Бучиче родился будущий нобелевский лауреат Шмуэль Агнон. Это просто какая-то плодоносная почва. Этот пестрый австро-венгерский конгломерат. И я вспомнила, может быть, не вполне кстати, но из-за речи нобелевского лауреата Чеслова Милоша, польского поэта, когда он говорил, чему он обязан, кого он может благодарить за то, что вот он сейчас стоит и получает нобелевскую премию по литературе, говорит, пожалуй, я благодарен многонациональному, многоязычному городу Вильна, современный Вильнюс, да, в котором я вырос. Там было смешение языков, слышался литовский, белорусский, польский, еврейский, татарский. И я жил в этой цветной такой амальгаме из множества культур. И это дало мне какое-то богатство. Вот что касается Австро-Венгрии и замечательных писателей, в том числе, конечно, и еврейских тоже, и Бруно Шульц, погибший во время войны, Второй, Второй мировой войны. И Юзеф Витлин, который написал роман, роман поразительный, «Соль земли». Он написал его спустя несколько лет после войны, писал на польском языке. Он польский и еврейский писатель. Юзеф Витлин. Кстати, они учились вместе с Юзефом Ротом на философском факультете в Вене. И вот эти два интеллектуала, два студента философского факультета, идут в какой-то момент добровольцами на фронт. Хотя до этого они были пацифистами. И, конечно, этот опыт, опыт войны оказался для них травматичным, трагичным. Юзеф Витлин способен в своих текстах и в своем этом романе. Он писал также и стихи, пронзительные такие экспрессионистские стихи. «Зачем я гнил в окопах? Зачем я шагал? Зачем я голодал? Зачем меня пожирали в ши? Зачем, зачем, зачем? Спи, солдат, наверное, когда-нибудь тебе это скажет Бог». Ну, я в таком, понимаете, да? Построчном каком-то неточном переводе. Но смысл такой. Это антивоенные стихи. То есть те люди, которые погрузились в эту кровавую мясорубку, которые воевали на этих фронтах, фронтов было, как вы помните, несколько, они потом отразили и этот свой опыт, и размышления о войне, о маленьком человеке на войне. У рота есть такое замечательное «бегство без конца». «Бегство без конца». То есть мы знаем из ремарка, я специально не останавливаюсь на таких широко известных произведениях о Первой мировой войне, которые, ну, просто они слишком широко известны. Все мы знаем, да, на Западном фронте без перемен, там, и так далее. А вот и в них выражена драма вот этого потерянного поколения. Потому что потом, вернувшись с фронта, эти люди не находят себе места в новой реальности. Они не понимают ее, она не понимает их, им некуда деться. Особенно тем из них, кто был гражданином Австро-Венгрии. Этого пестрого, лоскутного империи, королевства, который правил кайзер-император и кёниг, венгерский король. И, как вы помните, замечательный австрийский писатель Роберт Музель посвятил этой пестрой империи свой замечательный роман «Ман он и айгеншафтен» «Человек без свойств». Где эту страну, Австро-Венгрию, он называет смешным словом «какания», потому что она писалась «Ка-точка, ка-точка, кайзер-лищ и кёниг-лищ». То есть она императорская и королевская. «Ка-ка». И, значит, он иронизирует над этим очень тонко в своем романе. Так вот, граждане Австро-Венгрии оказались после войны буквально у разбитого корыта. Они оказались без родины вообще, потому что их империя, их «какания» Австро-Венгрия перестала существовать и распалась на отдельные национальные государства. Конечно, для, скажем, Польша, которая в 1918 году обретает независимость, а Польша до этого была, как вы помните, разорвана между Австро-Венгрией, Пруссией и Россией. То есть это была разорванная нация, разорванное государство на три куска. И вот в 1918 году в результате передела «Карты Мир» европейской Польша обретает независимость, возникают Чехословакия, возникают отдельные, самостоятельные, независимые государства. И для кого-то это стало осуществлением мечты, а для кого-то нет. Потому что такие люди, как Йозеф Рот, тоже уроженец Австро-Венгрии, для него это существование в тесном, национально замкнутом мирке было совершенно непритягательным и он полагал и вложил эту идею в уста одного из своих героев, что гораздо лучше жить в общем, объединённом, полном цвета, разных красок мире, чем в национальном отдельном каком-то закутке, в какой-то национальной комнатке. Я бы хотела вам процитировать, как это выражено у роте. Пока ещё скажу вам, что в России-то российское еврейство и российские писатели, еврейские я имею в виду, их ситуация была несколько иной, и оценки, соответственно, иные. Например, если еврейство Австро-Венгрии имело все основания уважать власть, ценить и любить императора Франца Иосифа за то, что он был либералом, за то, что у него было равноправие граждан, за то, что он сказал евреи это тоже мой народ, не только австрийцы, венгры, сербы, чехи, словаки и так далее. И, скажем, практически во всех произведениях литературных, где фигурируют темы Австро-Венгрии, отражена эта любовь к императору Францу Иосифу. Например, персонаж Юлиана Строяковского, тоже польского еврейского писателя, который написал замечательный роман, он вышел в русском переводе, который называется Аустерия. Аустерия это вообще корчма-трактир. Вот. И там персонажи говорят, что да здравствуй, еврейские персонажи. Этот роман построен замечательно. Он происходит в первый день начала Первой мировой войны. И там единство места времени и действия вот один день. И это происходит значит, как раз на границе. И вот наступают эти войска, эти отбивания. Очень интересные. Можете посмотреть, я думаю, что даже и здесь есть этот роман Стрийковский Аустерия. Кстати сказать, это его псевдоним. Он взял псевдоним по городу своего рождения. Украинский город Стрый. Он там родился. Юлиан Стрийковский. Настоящая фамилия Песах Старк. Так вот, там еврейские персонажи говорят, Серовины молятся за здоровье Франца Иосифа. Все евреи его обожают. Дай Господи, пошли ему многих лет жизни. Ведь никакого сравнения с русским царем. У нас никогда не может быть Кишинева. Имеется в виду Кишиневский погром 1903 года. Ничего подобного при Франце Иосифе не может быть. Добрый либеральный властитель. Ну, одно жалко, говорит персонаж Стрийковского. Жалко только, что он не еврей. Там с такой замечательной тонкой иронией это произносится и описывается. То есть, культ Франца Иосифа в среди евреев Австро-Венгрии. И абсолютно противоположная ситуация в России. Значит, начинается война. Да. 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 То есть, как Эренбург тогда написал очень красиво. Приподнялся занавес над трагедией века в лето 1914 года. Так вот. Начинается война. И на еврейской улице, что называется, да, среди российского еврейства мнения разделились по вопросу об отношении, да, к войне и как вообще какую позицию следует занимать. Вы помните такого замечательного юриста Оскара Грузенберга, который выступал на процессе Бейлиса. Вот. Он был одним из защитников Бейлиса на процессе. И вот, что говорит Грузенберг в начале войны. Евреи сейчас думают не о своих правах, а только о своих обязанностях в отношении своей великой Родины. Замечательный еврейский историк Семен Дубнов дико возмущен такого рода заявлениями. Это такое верноподданичество, да, без упоминания о правах евреев, без требований к властям. его это возмущает. Вы понимаете, что в России нет равноправия, евреи не пользуются теми же правами к началу войны. Поэтому Семен Дубнов в своем дневнике пишет, как он это оценивает, о постыдной еврейской патриотической манифестации на улицах Петрограда с коленопреклонением перед памятником Александру Третьему. После десятилетий заточения и пыток узник покорно благодарит и рад стараться, не упоминая даже о своих муках. Надо идти в бой за Отечество, но в то же время за себя, как часть Отечества, как нацию среди наций. Дубнов просто негодовал по поводу отсутствия мужества всему свету заявить, мы сражаемся, евреи, под условием завоевания нашей свободы и равенства. Понимаете, они идут в армию, но они не являются равноправными гражданами этого государства. И, скажем, очень радикальный ответ на вопрос, за что еврей, русский еврей должен идти на войну. Дали именно два русских еврея. Писатель, замечательный писатель и, как его называли, еврейский Гарибальди. Это, конечно, Жаботинский, Владимир Зеев Жаботинский, и полный георгиевский кавалер, потерявший руку при обороне Порт-Артура, Иосиф Трумпельдор. Они с конца 14-го года выдвигают и пытаются реализовать идею создания еврейского легиона в составе британской армии. обращаясь во время войны в Лондоне к еврейской молодежи, ну, это, еврейская молодежь, преимущественно русские эмигранты из России, Жаботинский призывал, братья, так как в любом случае вам придется служить в армии, то заявите, что вы вступите только в еврейский легион, который будет бороться за освобождение земли Израиля. Это его работа, его статья, о чем поведала моя пишущая Машинка. Хотя первоначальная реакция и в Лондоне, и в его родной Одессе, помните, что Жаботинский из Одессы, да, реакция была крайне негативной, то есть там он пишет «Град камней в меня посыпался, там дикие крики». Тем не менее, к весне 15-го года идея Жаботинского была реализована, и созданный полк, да, в 15-м году в значительной степени состоял из русских беженцев. Об этом вы можете прочитать в его замечательной книге, слава богу, вышло в русском переводе, называется «Слово о полку». История еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора. То есть, ситуация, как мы видим, совершенно противоположная тому, что имеет место в Австро-Венгрии. но и там, когда такие еврейские писатели, интеллектуалы, как Йозеф Ротт или Йозеф Витлин оказываются на фронте, они, конечно, не могут не видеть чрезвычайного драматизма, бессмысленности и абсурдности самой этой войны. На эту тему существует целый ряд произведений. Например, есть замечательный болгарский писатель Арон Вагенштайн, еврейский, который пишет в таком ключе роман о Первой мировой войне. В принципе, вот, огрубляя, я могла бы сказать, это очень грубо, да, что в этих произведениях эти произведения мы могли бы разделить на две как бы основные тенденции. Одна это потерянное поколение, это драма, это безысходность, это люди, которые уже не находят себе места, это гибель, это кровь, это кошмар. И вторая, мы же знаем, что есть и другая тенденция описания Первой мировой войны. Конечно, лидер тут автор бравого солдата Швейка. Автор Вы помните, как бравый солдат Швейк на кресле-каталке, значит, с костылем едет на сборный призывной пункт и кричит на Белград, на Белград. то есть есть тенденция сатирического изображения войны. Вот такого, в таком швейковском ключе. И, например, Арон Вагенштайн, он работает именно в этой поэтике, в этой струе. его персонаж Блуменфельд, Исаак Блуменфельд, сражается, значит, на фронте. И там цитируются слова полкового раввина, который говорит, ну вот, зачем я здесь, что я делаю? Я проповедую и говорю, что с нами Господь, с нами Яхве, ребята, вперед за победу и так далее. Но я знаю, что то же самое делает мой единоверец, раввин в противоборствующей армии, который точно так же говорит вперед, ребята, за Бога и Отечество. А как потом, когда они убьют друг друга, когда их кости перемешаются, как потом Бог разберет, кто прав, кто действительно, все перемешивает, то есть абсурд войны, да, вот такой, это можно его подавать в трагическом ключе, можно его подавать в трагикомическом ключе. Полная бессмысленность и полный абсурд. начиная с того, что, скажем, Юзеф Витлин, вот этот свой замечательный роман, получивший массу премий и переведенные на все языки, «Соль земли» или «Повесть о терпеливом пехотинце», он дает войну с точки зрения абсолютно необразованного, по-моему, даже безграмотного, если я не ошибаюсь, Гоцула, который, конечно, тоже захвачен этой мясорубкой, конечно, его тоже мобилизуют, он тоже идет на фронт, и он, с его точки зрения, понимаете, восприятие простодушного, простака. Все происходящее выглядит и предстает полным абсурдом, лишенным какого бы то ни было смысла. Плюс мы видим здесь и библейские коннотации, потому что это австро-венгерская армия, в которую призван Петр Неведомский, этот Гоцул, она же состоит из представителей разных народов. Там командует ими какой-то, значит, немецкий майор, а ротный это венгр, который говорит на своем языке и дает какие-то команды, которые никто не понимает. Тут эти Гоцулы, которые говорят по-польски, тут, значит, чехи, то есть это построение Вавилонской башни, смешение языков, никто не понимает, никто не понимает команд этого начальства. И евреи, разумеется, тоже там описаны как новобранцы, как люди, все они едут в одних таких вагонах, по-моему, для перевозки скота, едут на фронт, и едут довольно долго, и там происходит просто чудовищная ситуация полного взаимного непонимания венгров, немцев, чехов, и тогда прибегают к помощи евреев, которые тут же, значит, те же новобранцы, призывники, потому что евреи знают другие языки, они привыкли учить языки тех народов, среди которых они проживают, и поэтому они начинают выступать такими посредниками между непонимающими друг друга солдатами, новобранцами. Ой! Мне кажется, что пора... У нас еще есть сколько-то, или уже все? и я просто так... Так вот, я, конечно, хотела бы привлечь ваше внимание к этим замечательным текстам о Первой мировой войне. Конечно, вы можете читать публицистику Эренбурга, стихи Эренбурга. меня... нас вообще не может не поразить пророчество, пророческий дар вот этих еврейских писателей, поэтов, скажем, когда кончилась эта война, Эренбург написал роман Хулио Хуринита. Помните, да, этот роман? Помните ли вы, что он там предсказывает? необычайные похождения Хулио Хуринита. В недалеком будущем состоятся торжественные, ну, вы помните, да, что это такой ироничный, что это сатирический роман Хулио Хуринита. Причем он пишет это в этом межвоенное двадцатилетие. Еще как бы для простого современника или простого наблюдателя еще ничто не предвещает того, что что будет следующий акт этой кровавой драмы. Будет Вторая мировая война. Пишет это там за 30 лет до этого. За 20 лет до этого. Пишет, значит, необычайные похождения, да? В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения еврейского племени в Будапеште, Киеве, Яффе, Алжире и во многих иных местах. В программу войдут кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов. Да, это как бы афиша такая висит, они читают афишу. Реставрированные в духе эпохи сожжение евреев, закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей еврейской кровью, а также новые приемы эвакуации, очистки от подозрительных элементов и прочее. О месте и времени будет объявлено особо. Вход бесплатный. Совершенно страшное, чудовищное предсказание того, что реально произошло. И, например, я процитирую вам сейчас поразительное письмо, частное письмо Пастернака. Он пишет в 32-м году. Итак, письмо Пастернака 32-го года. Ты посмотри, что дикая война 1914-1918 годов наделала. И столько, столько еще времени будут расхлебывать, что когда-нибудь в каком-нибудь 2014-м году, пожалуй, убедятся, что война-то ведь действительно, несмотря на четырехлетний корень, была столетней. Представляете, какой пророческий дар. Вот. Так, что мы празднуем столетие, отмечаем столетие, столетней войны. И мы видим ее страшные отголоски в том, что происходит, происходило потом. И как написал замечательный польский поэт Виктор Ворошильский, после Первой мировой войны в Европе возникли фашистские государства. Это все отголоски, следствие реперкуссии вот этого страшного, страшного события, которым, конечно, мы не имеем права и не должны забывать. А тексты ему посвященные, они принадлежат, конечно, золотым перьям, и я очень призываю вас обратить на них внимание. Вот. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. А так, спасибо за внимание.